Таким Барнаул был пару лет назад. Ледовый городок, огромная елка и сразу пять горок в одном месте на площади Сахарова. Сегодня, к сожалению, такого места не найти. А это наши дни. Обычный склон во дворе, нелегальная горка. И такая картина во многих дворах Барнаула. Ведь официально такой вид зимних забав запретили пару лет назад, чтобы снизить детский травматизм. Все зависит от родителей. То есть, если родители смотрят за ребенком, то есть, ребенок скатился и следом не пускать его, ну, то есть, какой-то период времени нужен, все зависит от родителей. Беззаботное катание на горках – это теперь в прошлом. Теперь, чтобы покататься на горке, это прямо как официальное мероприятие с правилами безопасности, с правилом поведения и даже с режимом работы горки. С одной стороны, это и правильно, да, дети и их родители знают, как вести себя на подобных зимних аттракционах, а с другой стороны, иногда дело доходит до смешного. К примеру, кататься на горках всего до 8 вечера разрешено на улице Молотобольской. Сомнительно, что в это время на основной новогодней площадке города уже не будет народа. Да, и в принципе, официально разрешенных мест для катания на горках, увы, немного. Есть на лыжных базах, но за аренду ватрушек и тюбинги придется заплатить в среднем от 100 рублей. Снежная горка есть еще в Центральном парке и на территории спортивного комплекса «Первый». Но они все небольшие по размеру, скорее для детей младшего возраста. А вот подросткам тем же не подойдут. Для людей любого возраста подойдет, пожалуй, только одно бесплатное строение. Всем известная горка дедушки Славы около Булыгинского озера. Официально она откроется уже завтра. Постройка началась с того, что мы собрались и давай строим лопаты, скребки, ловим камазы со снегом, сюда заворачиваем. Здесь больше 10 камазов снега привезли, потому что мало. Да и склон сильно крутой был, поэтому надо было пологи делать, выровняли. Таких аналогов нет в городе. У нас она вот существует, весь город катается. Даже с соседних, я бы сказал, деревень приезжают в праздники. Возле этой елки тоже разместят баннер с правилами безопасности. Соблюдать их очень просят строители аттракциона, чтобы, не дай бог, не остаться горожанам без единственной большой, да к тому же бесплатной горки. Зимние забавы сейчас под строгим регламентом. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.